Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Дэм Мастер, и мы продолжаем с вами играть в... Last Task, да. Сколько времени уже прошло, тут отличие, кстати, стрик. Мне опять обросли все. Нужно собрать с них дань шерстью. Отлично. Курочки мы... А, 4 штуки, я уж подумал, их меньше стало. Так, в прошлой серии мы с вами посмотрели на новую версию 1.7.2 на нашем сервере. Вот. Да, и, ребят, то, что вы там пишете, если вы уйдёшь дальше, новая генерация будет, новые биомы, это я знаю, но мне нравится это место. Я, как сказать, к нему уже привык, оно как мой дом. Возможно, потом в будущем я сделаю себе второй дом и сделаю переход между ними через ад, там, знаете, такие рельсы. Вот это будет в будущем. А сейчас я пока займусь... Займусь улучшением своей фермы, да, которую я начал строить в прошлой части, надеюсь, вы помните. Вот, и, как бы, это... Вы в курсе, да? Вот. А, я же нихера так и не сделал, точно. Я хотел кактусы посадить. Для начала, чтобы росли. Потому что кактусы это краска, ну, вы понимаете, да, о чём я? Так, берём кактусы, берём песок, который мы накопали специально в пустыне, и идём сажать это всё. Действительно. Так. Что у нас получается? Так, 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 нет, так не будет расти. Вот так вот будет расти, да. Отлично, отлично. В виде шахматной доски мы выкладываем песок, потому что кактусы вплотную друг к другу не растут. Надеюсь, вы это прекрасно знаете. Чтобы не возникать дурацкие вопросы, я это ещё раз обговорю. А, точно они около стен-то тоже не будут расти. Забыл, забыл, ребята, забыл. Надо обрубить здесь стены, чтобы они нам не мешали. Вернее, не мешали не нам, они не мешали нашим кактусам. Ах. Рано. Отлично. 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 Просто лопата закончилась, не хочется руками копать гравий. Не самое моё любимое занятие, на самом деле. Билогский тут пуголь закопал. Отлично, теперь я его снова раскопал. Ага. Ну, значит, сделаем так. Актуз всё равно у нас вроде было меньше, чем песка, поэтому начнём их уже закладывать. О, промазал немножечко. Мне сейчас неудобно играть из-за моего уха. Вы бы видели, как на мне сейчас наушники сидят. Если бы я эту навыкку снимал, вы бы, наверное, вообще угорали его просто. Я только такое видео бы даже не выложил, на самом деле. Это вообще ужас просто. По-моему, я, может, сейчас и не скажу, что мне реально очень хреново сейчас. Просто капец, как я, наверное, сейчас сдохнул. Вот это тяжело описать. Даже стримы, наверное, сегодня бы не проводил. Так, но всё-таки у меня по расписанию сегодня стрим, поэтому провести его нужно. Да, и из-за какой-то болезни я не буду его отменять, естественно. Так, а тут три блока, они будут расти нормально? Раз, два, они уже будут стопориться, нет? Ну ладно, проверим это потом. Нет, вроде не должны, на самом деле. Знаете, что я сейчас хочу сделать? Ух ты, свинюшка. Отлично. Вот это и оп, это и шерсть. Видно, она просто сразу помчалась к выходу. Наверное, от страха. Сейчас я тебя стригу. Смотри, она просто реально хочет выйти. Это бешеная овца. Так, ладно, у нас должны были быть яйца. Я на самом деле, ребят, не помню, как делать так, чтобы из них появлялись ровно птенцы, поэтому я буду тупо их кидать. Надеюсь, что-то из этого получится, а не будет какая-нибудь фигня. Раз, два. Вот, один птенец есть, отлично. Два птенца есть, вообще замечательно. Три, четыре птенца есть. Пять. Главное, не убить их этими яйцами. Пять птенцов мы получили. Ну, довольно-таки неплохо, я считаю, уже лучше. Шесть птенцов, отлично. Сейчас последний яйца так, пык, и получили. Так, знаете, что мы будем делать? Во-первых, нужно расширить данный загон. Скоро я объясню, зачем. Нужно вообще распланировать всё. У меня есть старая схема загонов, как правильно всё делать. Вот, вот именно с курятиной, чтобы они сами себя размножали. Закон должен получиться так. Сейчас мне нужно ведро ещё сделать. Ведро и сходить за водой. Желательно два ведра, чтобы сделать бесконечный источник. А, у меня уже есть три ведра, отлично. Хорошо, что я решил посмотреть сперва в сундук. Так, ну что ж, ребят, спускаемся вниз. Заводиться, хотя мы могли сигануть. Дом пока у нас как коробка, пустует. Но ничего страшного в этом нет. Здесь должна заполняться автоматически вода. Потому что здесь это всё огромный бесконечный источник воды. Главное с центра не брать. Вот так вот с бачков, где один блок всего стоит. Так, отлично, отлично. Потом, конечно, мы здесь всё обделаем. Всё будет много круче. Так, знаете, что я хотел сделать? Вот, в начале проедет. Так вот, разлить воду и посмотреть, сколько блоков будет. Вот, наверное, ещё 7 блоков должно, вроде как. Раз. Давай поставим сюда вот проще блок и посчитаем. М. М, вода. Это что, новое обновление Майнкрафта такое? Теперь, если убираешь источник воды, вся эта херня остаётся или это лак? Воу. Реально какой-то лак был. Так, должно быть 7 блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всё правильно, 7 блоков она течёт от источника. То есть, в сумме это 8 блоков занимает. Всё правильно, как я рассчитывал. Ну, так я, на всяком случае, помню. Всю эту тему. Забираем яйца. И выходим из этой штуки. Так, ну что, что нам нужно сделать? Нам, во-первых, нужно будет загон усовершенствовать. Так, если мы сделаем вот так вот, меня интересует, что будет. Сейчас, погодите. Если, например, одно сейчас ведро воды вот сюда вот выйдем, вот так вот. Воу. Так, водица исчезла. А, да, в принципе, мы можем ничего здесь не усовершенствовать так-то, по сути. Так, а как здесь делается-то? Всё-всё, забываю. Секундочку, ребят. А, уже три яйца ещё есть? Отлично, давайте их кинем сразу же, чтобы не было никаких проблем. Ничего из этого не получилось. Так вот, что я хочу сделать? Я хочу сделать тут воронку, которая будет... Вода будет течь, все яйца будут стекать сюда. В воронку. И там они будут автоматически складываться в сундук. Это старая тема. Вот, ну посмотрим. Так вот, ребята, я отходил, вернулся. Всё хорошо, сейчас уже... Так, чтобы сделать, нам понадобится... Ой, сколько у меня дерьмища в инвентаре. Это, ребят, говори русским языком. Всё-то скидать нужно сюда, сюда, сюда. А, вот щитовёдра надо взять, да. И сделать тут кое-что очень важное. Думаю, прямо здесь можно. На первое время, потом, естественно, уберём. Так, отлично. Ну, думаю, все сразу уже поняли, что это такое будет. Для кого не секрет, что это. Так, ммм. Теперь нам нужно взять... А, сундук у нас уже есть, но всё равно надо будет взять ещё дерево дополнительно. И скрафтить эту самую воронку, ребята. Возьмём ещё дерево чутка. Нужно сделать двойной сундук. И кроме двойного сундука ещё лестницу. Эм, чё-то чили-шопу сделал. Неважно. Так вот. Так вот. Ну, думаю, шести хватит. Так, что мы будем делать сейчас? Мы будем здесь делать вот такую штуку. Эм, нет. Вот такая вот хернюшка тут будет. Вот у нас есть лопата, оказывается. Я забыл, что у меня есть лопата. Вообще капец. И здесь у нас, естественно, сам механизм уже будет стоять. Вот в этом углу. А, только отсюда кур отодвинуть. Я пока ещё не знаю, как. Нет, почему? Я знаю, как на самом деле. Берём семя. Кидаем сюда. Куры, сюда идём. Куры! Куры, что вы там встали, ё-моё? Может, её рукой толкнуть? Типа отойди отсюда. Отлично. Так, сейчас поставим здесь такой вот блок. А, мы всё равно ещё не скрафтили нашу с вами воронку, ребята. Делается это просто. Нужно вот так вот сделать железо. И сюда поставить сундук. Да, всё правильно. Самое, что мы ставим сундук, а там всего три ячеек. Или всего там шесть ячеек. Ну, это не важно. Так, ну и вот сюда вот, естественно, мы уже подставляем сам сундуч... Само сундучелло. Но открываться оно не будет. Поэтому делаем его однирным. Отлично. И теперь придётся переставлять под воронку. Потому что поставил я её кривовато немножечко. Вот теперь должно быть всё же здорово. Подвиньтесь. Так, смотрим. Да, всё, воронка направлена к сундуку. Теперь мы делаем вот так вот. И всё, и все яйца, которые они будут высирать, будут плыть вот туда. Нормально. Отлично. Ферма с курами готова. С автоматическими яйцами складыванием. Ух ты, они тонут, что ли? С каких пор они теперь тонут в этой воде? Хрен не встать. Как-то он тунул. Ладно, пока давайте оставим. По сути, куры не должны тонуть в этой воде. Они должны бултыхаться, что ли. Ладно, эти не будут, наверное, захотеть в фото вот эти вот. Ёб твою мать! Извиняюсь, ребята, просто это было неожиданно. Откуда он выйдет? Не снизу, что ли? С моей фермы как-то. Опять кто-то умирает. Не, если они будут дохнуть, то мы эту систему будем переделать, во всяком случае. Смотрим. Так, ну смотрите, вроде они пока не умирают. Видите, вот гулять, она начинает прыгать в воде, большая. Мелкие только дохнут твои деды, но они, видите, сейчас к забору должны прижаться, это нормально. Всё, мелкие больше не дохнут, отлично. Видите, что жрачки вообще нет, надо свинью пережарить. Одно пойти на поиски свиньи уже, я не знаю. А, ну ещё, естественно, нужно это, кое-что взять. Блин, меня это пугает. Вот вдруг я нереально здесь и передохну сейчас. Нужно, короче, искать семена. Чтобы сделать себе ферму пшена. Пока что не автоматическую, а такую ручную. Ну, почему бы и нет. Блин, нужно в какое-то поле перейти. Эм, как оно тут оказалось. Ну-ка, проверяем. Вот оно плывёт, 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 вот и к воронке дотекает. Ну-ка, смотрим. Да, всё работает, яйца, все выпадают в воронку, а потом постепенно попадают в сундук. Всё, отлично, ребята. Эта система наша работает. Хаваем жрачку и идём на поиск семян. Так. Где... Надо залезть, короче, на гору и осмотреться, где у нас есть равнинистая местность. Хотя вот там... О, вот она. У меня с собой есть ведро с водой. Боже мой, что за окном творится, надеюсь, на видео не будет слышно. Потому что какой-то хаос был только что. Тут ещё свинюшки и коровы. Как всё хорошо, ребята. Как всё просто замечательно. Теперь я буду отрывать куски мяса от этих свиней и коров. О, да. О, да, как мне это нравится. Кстати, он так мечом хорошо вырезает от них ровные кусочки мяса. Мне всё время это нравилось. Да, он просто бог. Да, этот Стив. Как она туда залезла, моя, на дерево? Отлично. А, куда мясо упало? Только не грить мне, что на дерево. Где мясо? Я видел, там два пуска выпало. Ну ё-моё. Поставлю видео на паузу, пересмотрю это мясо, да? Ладно, чтобы найти это мясо, мне нужно задействовать на дерево. Хау, это охота. Короче, проще убить ещё одну свинью. Да они какие-то все какие-то древолазы, блин. Вот это мясо я забрал себе. Может мясо реально, как-нибудь, в воду упало? Да я её не заметил. Ну-ка, погружись-ка я под воду, посмотрю. Не, нет, нет, здесь нет, и мясо уже темнеет, кстати, ребята. Надо бы заканчивать эти походиловки, но на самом деле надо собрать семена. Ой, сколько коров, сколько коров. Можно было, конечно, забрать их к себе домой. Но зачем? Я вообще не люблю выращивать коров. Вот на этом, на... Так, секундочку, убил, отлично. На её своей кристи, там был смысл. Там с них молоко халявное, всё само делает, всё отличненько. А здесь какой смысл? Здесь нет смысла, мне кажется. Вот так, сейчас будем семена собирать. Так, намного быстрее, мне кажется. Отлично, отлично. Здесь ещё семя. Вот, восемь семян уже, сейчас мы всё побреем. Эм, нет, я не так хотел сделать. Отлично. Ломать их рукой намного дольше, мне кажется, да? Вы тоже так думаете? Я всё время добывал их вот так вот. Ну, как только сделали траву в Майнкрафте. Я помню, когда ещё её не было, там появился блок. До, вот, за версию до того, как её ввели, да? Вот, в предшествующей версии ввели блок, такой розовый-розовый. И он назывался трава. То есть, ты его ставишь, он как розовый блок идёт. Тут вот, розовая текстурка, то есть, без травы. Вот, это было прикольно. Никто ещё тогда не знал, что это будет трава. Никто ещё не знал, что будут делать такую траву. И все копали семена из вот такой вот земли с травой. И другого способа, в принципе, не было. Так, ну что ж, мы возвращаемся. 21.7. О, тут железо есть. На поверхности. Чувствую, это железо будет стоить мне жизни. Сейчас только звук сзади. Брррр. Дымастер по куски. И умирает. Нет, смотрите, нормально здесь железо. О, вообще хорошо. Просто отличная железная жила такая небольшая. Чего-то у нас в пещере есть. Так, факелов у меня нет. Ну ладно, сходим. Тут уголь, ладно. Всё, ничего здесь нам больше не нужно. Тем более, спринта у нас сейчас нету. А, можно на контрл уже нажимать. Интересно, спринта контрл будет баговать. Нет, не багует. Тем более, всё, нет спринта, значит, уже не побежишь. Я заметил, что хайписель перешёл на 1.7.2. Интересно, интересно. Пока что ещё шотбол не перешёл. Но, думаю, тоже скоро им перейдёт времени. Сможем, наконец-то, нормально играть уже с новой версией. Интересно, что-то будет с новой версией. Мне кажется, какие-то новые классы. Связанные, как раз таки, с этими всякими стёклами, всякой хернёй. Ну, можно будет что-то придумать. Сделать какую-нибудь водную карту, знаете, где почти 90% от вода, и сделать там класс аквалангист. Чтоб чисто на эту карту покупали. Фух, ребятушки. Так. Мясо в печку. В топку мяса, в топку. Яйцо нашёл ещё там, пока гулял. Вот, видите, вот его к забору должно прижимать. Видите, он барахтается. То есть, так он не может, потому что всплывает постоянно. И это как бы нормально. Три яйца, отлично. Так можно будет проверять. Раз в пять серий, там будет весь сундук забит. Так вот, тык-тык-тык, покидывать потихонечку. Правда, текстуру куда-то выпало. Ну ладно, неважно. Это уже всё излишки производства. Свинятинка. Ну что ж, ребят, в принципе-то, в принципе, это всё, что я хотел сегодня вам показать. Ксения будет коротенько, потому что мне реально очень хреново. Я сейчас не знаю, как я вообще снимаю. Вот. Ну что ж, с вами был Демастер. Ждите стрима, скоро он будет. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно комментируйте под видео. Всем пока.